Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я нахожусь на улицах Пекина, и 1 мая 2020 года я вам покажу, что происходит на самом деле в Пекине после карантина. Если вам это интересно, оставайтесь со мной, погнали! Ребят, что касается транспорта, то во время карантина его не отменяли, все продолжало работать, то есть метро, автобусы, такси, все работало, но понятно, что было очень мало людей, которые пользовались общественным транспортом, но сейчас уже недели, не знаю, наверное, 3-4 люди перестали бояться общественного скопления и стали выходить на улицу, стали пользоваться метро, автобусами, такси, как раньше, но когда я ездила в метро, конечно же, чувствуется разница людей не настолько много, как это было до карантина, но особенно это чувствуется в час пик, когда утром и вечером люди едут на работу, то людей сейчас в 3-4 раза меньше, чем обычно. Вот раньше это было не протолкнуться, но сейчас это субботы, даже есть пустые места. В обед метро полупустое, там 3-4 человека на вагон. Что касается автобусов, здесь такая же самая ситуация, то, что автобусы полупустые, в автобусах везде открыты окна для того, чтобы шла вентиляция воздуха, но все равно люди пользуются частным транспортом, то есть своими машинами, либо услугами такси. Велосипедные дорожки для велосипедов и мопедов тоже переполнены, потому что это намного удобнее добираться, если это небольшие расстояния, и то есть ты один, нет такого общественного скопления, как это в метро, либо в автобусах. В каждой станции метро стоят тепловизоры, поэтому уже не нужно протягивать руку, чтобы тебе измерили температуру. Также периодически вагоны метро обрабатываются от инфекции. Что касается такси, то раньше обязательно было, во-первых, условие, чтобы водитель всегда был в маске, во-вторых, между передними сидениями, где водитель, и задними, где пассажиры, обязательно должна была быть пленка, которая закрывает пространство между водителем и пассажирами. Что касается входа во двор, то раньше это были талончики пропускать, потом нам сделали такие вот карточки, по которым мы заходим, и обязательно, даже есть, даже если нас дежурный, который на КПП знает в лицо, то мы все равно должны показать ему этот, этот пропуск, чтобы он нас пустил. Поэтому такие правила, по которым, по которым китайцы действуют. И обязательно при входе во двор у всех, абсолютно у всех измеряют температуру. Что касается экспресс-доставки разных посылок, которые мы так обожаем в Китае, что это очень-очень удобно, то если раньше они складывались в специальные боксы, по которым ты сканируешь QR-код, и тебе открывается нужный ящичек с твоей посылкой, с твоей коробочкой, но потом, когда вход во дворы стал по пропускам, доставщиков перестали пускать во дворы, и они раскладывали свои посылки на улицах, то буквально с сегодняшнего дня, когда вышло новое распоряжение, что по специальному зеленому QR-коду доставщики могут заезжать во двор, и плюс специально должно быть разрешение, то сейчас они прям заехали во двор и также сам раскладывают посылки на землю уже во дворе, и это очень-очень удобно. По поводу магазинов и супермаркетов, то во время карантина у нас были все продукты, то есть ни в каких продуктах мы не нуждались, сейчас конечно же большие-большие очереди в супермаркетах, в магазинах, если раньше большинство людей было в одноразовых перчатках, они боялись, что они прикоснутся к чему-то голыми руками и заболеют, то сейчас практически уже никто не носит эти перчатки, все их сняли, все тоже пакетики, тоже что-то сняли. Даже в лифтах для того, чтобы люди не нажимали кнопки лифта голыми руками, для этого специально клеились пачки одноразовых салфеток, а в каких-то лифтах это даже были ушные палочки для того, чтобы с помощью палочки мы выбрали нужную кнопку лифта. Но все равно все продолжают соблюдать масочный режим, то есть все в масках, и пока правительство не скажет, что маски можно снять, никто их не снимет, поэтому жизнь налаживается, но в масках. И парки снова открыли свои двери для посетителей, но вход в парки ограничен по количеству посетителей, чтобы не было сильного скопления людей. Также скоро обещают открыть музеи, но все кинотеатры и караоке по-прежнему закрыты. По поводу учебных заведений, с конца апреля запустили выпускные классы школы, потом откроются средние, младшие университеты и детские садики. И люди устали сидеть больше, чем три месяца дома на карантине. Уже весна, тепло, люди выходят на улицу, дети гуляют в парках и радуются жизни. Поэтому будем ждать, пока в Китае, в Пекине жизнь полностью восстановится. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчик. Пока-пока!